Скажите, пожалуйста, известно ли вам такое формирование как СКТУФА, то есть СКТУФА, агентство Парламолуцкого. А что оно собой представляет, чем оно занимается, вы можете объяснить? Набирающий орган, охрана внутренних водоемов, ну и выписка разрешения отчетности о выводе. То, что касается выводов. Вы с ними связаны? Естественно, выписываем разрешительные билеты. В определенное время, там, 5-ти дневки не то, что туда подаем, а выводы, ну и для родителей, как рыбы. Потом готовую продукцию, чтобы отправить. Тоже данные выводы и вам могут быть организацией. Скажите, пожалуйста, вот ваша организация имеет договор на рыбокомысленные участки? Да. А с кем вы заключаете этот договор? Какой порядок? В какой порядке? В какой порядке? С это непосредственно? Ну, подседение. Сколько у вас за договор? Два. Назвечный. Два договора, да? Скажите, пожалуйста, а разрешение у нас было бы в этих промысловых участках? Кто выдает? Какой порядок получили? Порядок. Ну, самый первый – это договор, наверное, по московому участку, касается, ну, с семьи. Потом, получается, ну, там, меняется из года будет что-то. Это справка о незадолженности, госпошлина, где же меняется, по-моему, 200-500 рублей. И объем рыбова, рыбы, который устанавливается в комиссии Панандрома. Мы решили его дать в СТУ, а объем устанавливает комиссия Панандрома. А что такое комиссия Панандрома? Что это за орден? Где он создаётся? Как? Ну, это создано... создаётся в областях, там, в краях, там, где есть, наверное, какие-то люди. А в Африканском парке... В Соколинской области существовало такое область? Конечно. Существовала такая комиссия Панандрома? Очень осуществляла. Вы когда-либо обращались в эту комиссию? Если да, то по поводу чего? И, в частности, вы меня интересны, в 2009-е и 2010-е годы. Вы бы осуществляли эту деятельность, которую вы сказали? Вы в комиссию обращались Панандрома? Да. По каким вопросам вы обращались? По охране, минорации и недопосещения, ну, там, может быть, и времени на реке Жукова. Потому что пытается... И то же самое, как реке Ванисенской. Нет, мы начнем с любого промыслового участка. Мы о нем заговорили. По поводу объемов вы обращались? Ваша честь, пришлось ввести вопрос, поскольку хозяйственная деятельность Парапанникова, у нас в делу вообще никто в отношении нет. У них дело с позицией защиты. Я имею право задавать вопросы. У нас есть отношение к нашему делу. Так мы по вашему делу... Абедрация тех же комиссий на оборудовании Парапанникова, у нас есть отношение к нашему делу. Хорошо. Нашему делу. Скажите, пожалуйста, нашему делу. Вам известна фамилия Асачи? Да, конечно. Известно. А в связи с чем? И... Вы лично себе знакомы? Нет. Нет. А в связи с чем вам известна фамилия? Неизвестно. Ну, это для Карсаковского района, как Путин, где станут. Скажем так, в масштабе Карсаковского района, ну, все люди этого руководителя знают. На протяжении, не знаю, 15-20 лет. Часто и публикации какие-то статьи, ассоциации он там обладает, демонстрации. Регулярно, особенно когда работают. Весны до осени. Скажите, пожалуйста, а он участвовал в... Нет, попросите сначала... Скажите, пожалуйста, ваша организация участвовала в конкурсе 2011 года? Да. А Асачи участвовали? В каком конкурсе идет речка? О конкурсе на речке 2011 года, да. В какой речке? В Вознесенске. Да. Ваша честь, прошу вопрос сняться. В этот период не инкриминируется с участием Асачи. Поэтому, полагаю, что мы не имеем. Ваша честь, этот вопрос связан непосредственно деятельность Асачи и возникновение отношений с Асачи и коллективом. Асачи четко оставил свои показания о том, что именно с 2011 года возникли именно на конкурсе. Мы хотим выяснить, и тем более следитель Влада перед этим сегодня тоже заявила, что именно благодаря коллективу Асачи проиграют в этом конкурсе. Как это они обосятся? Да обосятся и попрошу не делать такие замечания. Я прошу. Что вы из себя проиграют? Нам не спускают на финальное высказывание. А у вас без снятия вопроса не имеется. Пожалуйста, если мы вас сегодня ответим. Я участвую в предпочтении Асченко в конкурсе на реку Вознесенске. На реку Вознесенске, да. На конкурсе на эту реку Асачи участвовал? Ну, судя из того, что с ним писали, да. Участвовал. Скажите, пожалуйста, вы выкрали конкурс на реку Вознесенске? Не сняли. Не сняли. Скажите, пожалуйста, сколько критерий было для прохождения конкурса? Ну, основные критерии – это среднесписочная численность сотрудника, которая работает. Можете при первой работе, суточная. Сумок тоже. Ну, готового запроса предприятия дает. И расстояние. От разыгрываемой РФУ до 28-24. Скажите, пожалуйста, Калиткин имел какое-то отношение к этому конкурсу? Кто проводил конкурс? Приназу листопеду Павловичу. Калиткин был членом комиссии? Угу. Почему? Это РФУ. 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 Скажите, пожалуйста, вы вообще знакомы с Калитками Сергеем Петровичем? РФУ. 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 С просьбой не обращался. Ну, со стороны рыбаков и все другого знаем и живем. Ну, пожелания рассказывали наши. Как бы хотели видеть, как утина, утистанность. Максим, да, и тому подобное, и тому подобное. Ну, самое главное, все другого фурасена сегодняшнего, то самое волнует ясность. Я идуть. РФУ. Деяна, идиотворили, чтобы вы как раз так добрались. Телефон выключить. Вы извините, пожалуйста. Меня интересует Жен Петрович. В 2009 и 2010 год, сейчас андрето. Нет. Слышали ли вы, и может быть, вам рассказывал Калиткин, что кто-либо к нему обращался с просьбами, и он за это требовал какие-то деньги? Скажите, пожалуйста, слышали ли вы, что Асачи платил деньги коллегами за речки? Нет. Вы работали на двух речках, правильно ли вы? В 2009 году, да. В 2009 году. Скажите, пожалуйста, у вас речки были непосредственно, они впадали ваши правословные участки или были пограничные речки? Одна впадала в православный участок, а другая в граничном речке. Как решался вопрос, кто ловил люди, кто ставил рыбу учетные заграждения на этих речках? Ну, по тем годам он... Гердичный ряд 50-й год. Редактор субтитров А.Семкин